Рад всех приветствовать, я Слав Ерохов, вы на YouTube канале История Вологды. И сегодня в ролике мы с вами перенесемся на 120 лет назад и посмотрим, как же выглядела Вологда на рубеже 19-20 веков. А поможет нам в этом путешествии уникальный снимок, круговая панорама, который был сделан в 1900 году с водонапорной башней в центре города. Так что, если у вас есть полчаса свободного времени, устраивайтесь поудобнее. Сейчас пойдем смотреть, что же там есть интересного. Ну что ж, друзья, сейчас мы рассмотрим эту замечательную панораму более детально. Начнем изучать город от современной улицы Чернышевского. До 1918 года улица эта называлась Большой Архангельской. Была еще Архангельская Малая, и сейчас она называется Маяковского. Как видите, моста еще никакого нет, поскольку современный Октябрьский мост был построен здесь в 1931 году. До Октябрьского моста в этом месте существовал так называемый Новый мост, который был деревянным. Его открыли для движения в 1901 году, и на этом снимке его еще тоже пока нет. До появления этого моста переправа через реку шла по мосту у Соборной Горки. Этот мост я чуть позднее вам покажу. А в этом месте, как вы можете видеть, переправа для желающих была на лодке. Здесь же можно видеть хорошо вам знакомое здание, в котором находился военный госпиталь в последние годы. А построено здание было для епархиального женского училища в 1873 году. Сейчас, к сожалению, стоит заброшенным, хотя, я думаю, вариантов его использования можно было бы придумать немало. Напротив, через дорогу, вы, наверное, помните деревянный двухэтажный дом Назарова, который вот варварски снесли в 2018 году. На этом снимке его еще нет, поскольку он построен был в 1906 году. Это по официальным данным, но есть мнение, что это произошло немного позднее, ближе к 1910 году. В доме Назарова, кстати, располагалась в том числе контора управления строительством Октябрьского моста, когда тот возводился. В принципе, удобно, выглянул в окно, а там стройка, которую ты ведешь и контролируешь. Рядом можно видеть здание Сидоровских бань. Тут еще одна интересная история. Нам привычно видеть сейчас это здание одноэтажным. Меж тем, оно было построено аж в районе 1780-х годов и было двухэтажным и вполне себе жилым. В 1834 году его продали городу для размещения здесь Вологодской казенной палаты. В 1855 году казенная палата перебирается в новое здание на Кремлевской площади. А этот дом передается бесплатно Александру Васильевичу Сорокину, который, собственно, и вел строительство новых зданий для казенной палаты на Кремлевской площади. Сорокин, кстати, личность тоже такая интересная. Сам он был уроженцем Турундаева, где потом и был похоронен. Занимался в своей жизни строительством и ремонтом казенных зданий в Вологде. Он имел немало домов по городу в собственности, был известен как благотворитель и даже побывал главой города в течение восьми лет. И в том числе в этот период он представлял Вологду на коронации императора Александра Третьего. Но вот к концу своей жизни в итоге он разорился. Да, разорился до того, что ему от города выплачивалось пособие. В 1863 году Сорокин договорился с купцом Смирновым, что сдаст ему это здание под обустройство там театра. Обязался сделать даже соответствующую перепланировку здания. Но что-то там не пошло и для театра рядом вот со стороны двора был построен отдельный деревянный дом. В 1878 году Сорокин продает это здание купцу Сидорову и тот решает организовать здесь бани. Так это здание и осталось в памяти нашего города, как Сидоровские бани. Такая вот судьба здания от театра до бани. Интересный вопрос остается с этим зданием, когда и почему исчез второй этаж. Разобрали его где-то до середины 1920-х годов, судя по старым фотографиям. Почему это произошло неизвестно. Обычно как бы этажы надстраивают, а тут загадочным образом вдруг случилось наоборот и этаж разобрали. Немного о названиях улиц. Сейчас для нас это все набережная 6-й армии, которая идет через весь город. А до революции 1917 года она состояла аж из 7 набережных. В этом месте шла Дмитриевская набережная, получившая свое название по церкви Дмитрия Прилудского на Наволоке, которая вот здесь рядом. Все названия остальных набережных также были даны по названиям церквей, которые там находились. Далее по Большой Архангельской улице хорошо просматривается здание полицейского участка третьей части Вологды с пожарной каланчой. Это современный перекресток Чернышевского-Горького. Чуть позднее покажу, где в Вологде находились еще два таких же строения, которые, к сожалению, не сохранились. Уверен, кто интересуется историей города, прекрасно знают эти точки на карте и без меня, но все равно я эти места вам покажу. А вот это здание каланчи, как по-простому, собственно, его называют жители, было построено в 1853 году. И в советские годы, я думаю, не было ликвидировано, как две другие каланчи, только потому, что в 1914 году там какое-то время под стражей провела сестра Ленина. Ну, как тут снесешь, это же сестра Ильича. Ну, или просто так совпало и здание сохранилось. Не знаю, что стало причиной. Далее по улице видно здание тюрьмы на Чернышевского, которую построили в 1851-1857 годах. Она строилась уже на окраине города за так называемой Архангельской заставой. Так называлось начало современной улицы Карла Маркса. Рядом с тюрьмой расположен, кстати, самый старый жилой кирпичный дом Вологды. Это трехэтажное здание было построено для преподавателей и персонала школы ремесленных учеников. Само здание школы появилось в 1914 году на Большой Архангельской улице, современной Чернышевского. Вы все, прекрасно думаю, видели много раз это красно-кирпичное здание. С годом постройки жилого дома есть небольшая неясность. В информационной системе капремонтов год постройки этого дома вообще указан 1801. Что, конечно же, невозможно, хотя бы потому, что вот на этом снимке этого здания еще нет. Скорее всего, год постройки дома так же, как и у ремесленной школы, где-то в районе 1914 года. Тут же недалеко видна колокольня в Веденской кладбищенской церкви, построенной в 1818 году на территории Веденского кладбища. Она была снесена в 1937. На Веденском кладбище, кстати, захоронены многие известные волокжане. Например, Николай Иванович Скулябин, про богадельню которого я недавно рассказывал. Христофор Семенович Леденцов, про фонд поддержки науки которого также есть небольшое видео на канале. Ссылки на эти видео можно будет найти в описании, кому будет интересно посмотреть. Вернемся обратно на набережную реки. Здесь более или менее здания у нас сохранились. Вдоль берега, вот, кстати, можно видеть интересный элемент, деревянные ограждения. А вот в начале современной улицы Комсомольская, в те годы это улица Дмитриевская, у нас стоит одноэтажное здание, которое в 1993 году было заменено новоделом, но, правда, внешне похожим. Это здание связывает вот с каким интересным фактом. В начале 20 века здесь существовала мастерская по ремонту сельхозинвентаря. После 1918 года эти мастерские национализируют, расширяются они и спустя некоторое время преобразуются в завод Красный Пахарь, который впоследствии разрастается до завода Северный Коммунар, который у нас находился на улице Машиностроительная, и от которого там сейчас, собственно, уже ничего и не осталось. Кстати, на Северном Коммунаре во время войны было даже налажено производство минометов. И в немецких военных картах, кстати, завод был помечен как одна из приоритетных целей при выполнении бомбардировки. Но вот по факту получилось так, что завод уничтожили не немецкие агрессоры, а дети и внуки победителей. Следующий дом у нас известен как дом Витушечникова. Владельцами этого дома в разные годы были известные вологодские фамилии, в том числе он также принадлежал и купцу Сорокину, про которого я рассказывал чуть ранее. На снимке дом зафиксирован еще до перестройки. У него трехэтажный центр и двухэтажные боковые части. К 1905-1906 году на боковых частях были надстроены еще этажи, и дом стал выглядеть так, как мы его можем видеть сейчас. С этим зданием также связана одна интересная история. В 1824 году в Вологду приезжал император Александр I, и на ночлег он останавливался именно вот в этом доме. Ночью, согласно легенде, якобы император решил встать и оперся случайно на столик, который стоял около его кровати. Заметил, что столик качается, потребовал у прислуги инструмент и отпилил ножку, а потом велел передать хозяевам дома, что это он сделал в память своего у них пребывания. Витушечниковы вроде как потом хранили эту ножку, как некую ценность у себя в доме. Если смотреть дальше по снимку, то стоит обратить внимание, вот на эти поля, они начинаются сразу за современной улицей Горького. А вот где-то там, в районе современной площади Чайковского, некогда находилась скотобойня. Дальше мы с вами спускаемся к Красному мосту. Современный пешеходный железобетонный мост появился здесь в 1971 году. Деревянный мост, который здесь был до него и который многие, кто постарше, хорошо помнят, в таком своем виде появился после кардинальной реконструкции в 1918-1921 годах. До этого мост выглядел как на снимке и вот в таком виде был построен в 1847 году. До его постройки в этом месте существовала более простая переправа и ее наличие зафиксировано в том числе еще на плане Вологды за 1840 год. Ну то есть это у нас исторически самое старое место, где жители города перебирались по мосту с берега на берег. Ну а мы вернемся по мосту обратно в центральную часть города из Заречья. Посмотрим еще два знаковых объекта рядом с местом съемки панорамы. В устье Золотухи мы видим некогда существовавшие здесь рыбные ряды. Исторически здесь проходили стены Вологодского Кремля Ивана Грозного и рядом с местом впадения Золотухи в Вологду стояла угловая Вознесенская башня Кремля. Рыбные ряды строились в 1790-х годах. К этому времени от стен Кремля уже мало что сохранилось. Еще за 130 лет до постройки рыбных рядов в 1657 году проводилась опись стен Кремля и уже тогда указывалась на разрушения и обвалы. По сути восстанавливать ее уже особо не собирались, поскольку крепость утратила свое значение. Так как крепостная стена вдоль Золотухи была частично кирпичная, то при строительстве рыбных рядов этот кирпич также частично использовали. Простояли рыбные ряды до 1921 года, когда началось строительство в этом месте электростанции, которая нам известна впоследствии как спортзал Трут. Изначально станцию планировали строить на месте рыбных рядов, используя частично их фундамент и стены. Но обследование показало, что ни фундамент, ни стены не выдержат вибрационной нагрузки от работающих машин. И электростанцию построили рядом, разобрав при этом рыбные ряды и частично используя полученный кирпич в новом строительстве. Так что вполне возможно, что сейчас где-то там на остатках разрушенного здания Труда могут быть кирпичи из того самого Кремля Ивана Грозного. Вероятность эта хоть и ничтожно малая, но все же она, скажем прямо, есть. На переднем плане видна Вознесенская церковь на извести. Слово «на извести» указывает на то, что в районе, где стояла церковь, некогда гасили из ветля строительство каменного Вологодского Кремля. Очень часто мне попадалось в комментариях, что разрушение церкви ошибочно связывает со строительством электростанции. На самом деле электростанцию Смирнова запустили в 1924 году, а церковь начали разбирать только в 1928. И начали это делать, кстати, из-за строительства того самого Октябрьского моста. Для засыпки полостей в устоях моста, кстати, как раз и использовали кирпич этой разобранной церкви. Вот в этом месте мы видим с вами небольшой рыбнорядский мостик. Где-то в начале 20 века он будет перестроен на пешеходный мост побольше, а потом в 1940 году здесь появится уже деревянный автомобильно-пешеходный мост, который в свою очередь в 1967 году заменят на железобетонную конструкцию, которую сейчас мы видим между улицами Мира и Лермонтова. По сути, современный рыбнорядский мост это не совсем мост, а скорее такая небольшая железобетонная труба под земляной насыпью. Поднимемся обратно с вами к Красному мосту по Причистинской набережной. Она, кстати, не раз меняла свое название. Это была в разные годы лесная набережная, спортивная набережная, набережная Кедрово. Сейчас снова Причистинская, и здесь нас вот интересует это здание. Сейчас оно известно как здание первой школы. Исторически здесь находилось Вологодское Александровское реальное училище. Оно стало именоваться Александровским в 1880 году в честь 25-летия царствования императора Александра II. А до этого это было просто реальное училище. Существовало оно в итоге до 1917 года. Если присмотреться к зданию, то можно заметить, что выглядит оно на снимке немножечко по-другому, нежели сейчас. Здание было построено еще в 1780-х. В 1831 году здание сильно пострадало от пожара и долго стояло бесхозным. Перед приездом в 1858 году в Вологду императора Александра II губернатор приказал снести заброшенное здание, но его от сноса спасает подрядчик Сорокин. Тот самый, про которого я чуть ранее рассказывал уже. Он берется это здание восстановить. И вот благодаря его усилиям мы с вами это здание видим, хоть и слегка в измененном виде. К 1905 году надстраивается полноценный третий этаж, которого на снимке здесь еще, как видите, нет. А в 1968 году вдоль современной улицы Зосимовская была сделана пристройка, где расположился спортзал. При этом был сохранен общий вид старых фасадов. Через дорогу от этого здания можно видеть купола церкви Зосимы и Саватия. Думаю, понятно, откуда появилось название улицы Зосимовской. В этом здании находится сейчас театр кукол Теремок. Сама церковь была закрыта в 1928 году. И здесь открылся клуб завода Северный коммунар. В 1930 были демонтированы колокольни и купол. С 1940 по 1960 здесь размещалась филармония. Ну а в 1966 году сюда уже заезжает театр кукол Теремок. Дальше по Зосимовской можно увидеть еще одно интересное деревянное здание. Здесь находился театр. Чуть раньше я рассказывал, где существовал театр Смирнова на набережной за Сидоровскими банями. И вот к ноябрю 1874 года рядом с плацпарадной площадью, это сейчас территория Кировского сквера, был выстроен новый частный театр. Он стал вторым. Построил его при поддержке меценатов итальянский подданный Паскуаль Рамес. Однако вскоре он разоряется и к середине 1880-х здание уже находится в собственности города. Просуществовало оно до 1932 года и 4 декабря оно было полностью уничтожено пожаром. В 1937 году на его месте был выстроен жилой дом, который можно видеть и сейчас. Тут есть одна интересная такая связь времен. До постройки театра в этом месте располагалось здание городской гауптвахты. А после новый дом на месте сгоревшего театра построили уже для командного состава Вологодского гарнизона. То есть военная линия места, так сказать, продолжилась. Поскольку, кстати, еще пласт-парадная площадь из названия понятно, что использовалась для войсковых построений и смотров. Рядом видим здание еще одной церкви. И это Кирилла Иоанна Богословская церковь. Считается одной из старейших по основанию в нашем городе. Территориально находилось примерно где-то напротив современного здания кинотеатра Салют. Правда, чуть немного ближе по улице Ленина к современному Кировскому скверу. В 1918 году церковь закрывают. Потом там располагается государственный архив. В 1963 году архив переезжает в новое здание. А здание церкви сносят. Причиной сноса якобы послужило соседство бывшего храма со зданием Вологодского обл. исполкома. Здесь нас интересует еще одно здание, которое на снимке видно, что перестраивают. Оно приобретает вид, который нам сейчас привычен. Это здание Вологодской мужской гимназии. Оно появилось здесь в 1781-1786 годах. И первоначально состояло из двух двухэтажных корпусов, которые были соединены аркой. Арка эта находилась в районе современного входа в здание. Со стороны Кировского сквера. В одном корпусе тогда располагался пансион для бедных детей и госпиталь. А в другом, который был со стороны парадной площади, находилось главное народное училище. В 1824 году здание было перестроено и оба корпуса соединили в одно здание, убрав арку. А в конце 19-го, начале 20-го века затеяли серьезную переделку здания, которую на этом снимке и можно увидеть. Тогда пристроили восточное крыло, надстроили третий этаж и по центру добавили седьмую колонну. А изначально их, кстати, было шесть. Ну и еще добавили балкон. Сейчас здесь продолжают давать образование. Но был период, когда здесь во время войны располагался эвакуационный госпиталь. А потом с 1953 по 1964 год размещалась областная больница. Потом переехавшая на улицу лечебная. Дальше пройдем до современной площади революции по улице Кирилловской. Сейчас это улица Ленина. Ну, думаю, вы уже поняли, что Кирилловская улица получила свое название также по названию церкви Кирилла Иоанна Богословской, которую мы только что рассматривали. Здесь хорошо нам знакомый дом Свешникова, который так принято называть. Но точнее, это бывший дом Гудковых-Беляковых. Строительство дома первоначально началось еще в 1780 году первым владельцем, купцом Сухириным. В 1833 году дом переходит во владение грязовецких купцов Гудковых. Они его достраивают. А после пожара 1848 года капитально ремонтируют. И дом получает почти современный вид. В конце 19-го, начале 20-го века здание частями выкупает купец Свешников, и оно полностью переходит в его собственность. Здесь открывается торговый дом Свешников и сын. На первых этажах здания были магазины, а второй и третий этажи сдавались под жилье. Есть также сведения, что во второй половине 19-го века в этом здании размещалась гостиница Лондон. Видимо, такое название гостиницы должно было показать как-то статус и привлечь состоятельных клиентов, по мнению владельца. Иначе вот зачем такое название Лондон в провинциальном городе. На территории современной площади революции у нас открывается вид на красивейший ансамбль из церкви Иона Предтечи Вращений, которая единственная сохранилась. На Спасовсеградский собор, разрушенный в 1972 году, церковь Николая Чудотворца на Сенной площади, которую разобрали в 1928 году, и Афанасьевская церковь, которая была разобрана в Вологе самой первой в 1924 году. Здесь видна, к сожалению, только ее колокольня, а кстати, видна нам колокольня Афанасьевской церкви, по причине того, что еще нет здания, без которого сейчас невозможно представить внешний вид площади революции. Это здание, где сейчас у нас заседает администрация города, а строилось оно как гостиница Эрмитаж. Появилась гостиница на месте одного из двух зданий башен Каменного моста на правом берегу Золотухи. На левом берегу со стороны улицы Мира эти башни сохранились, а на правом берегу были перестроены. У этого здания, кстати, есть тоже одна интересная деталь. Изначально при постройке оно было немного меньше размером, А в 1954-55 годах его достроили вдоль улицы Марию Ульяновой, сохранив вид фасада. Так что, если вы не знали, как здание выглядело изначально, то определить новую часть будет довольно-таки проблематично. Но я вам подскажу, новая, скажем так, в кавычках, часть здания администрации будет начинаться от входных дверей в эту самую администрацию и будет идти влево. Когда будете рядом с этим зданием, можете присмотреться. Рядом со зданием гостиницы Эрмитаж хочу отметить еще один дом. Это дом Путятова, названный по фамилии владельца коллегского ассессора Павла Александровича Путятова. Для нас этот дом известен как спорттовары, хотя, собственно, от них там уже ничего и не осталось. Так вот, вы, наверное, видели, что после реконструкции в 2018 году на Каменном мосту рядом с этим зданием появилась входная группа. У кого-то возникал вопрос, что это? И вот на этой фотографии мы можем видеть ответ. Все дело в том, что верхние этажи здания раньше до национализации в 1919 году использовались владельцам дома под жилье, а нижние под торговые и складские помещения. И вот на фасаде здания со стороны речки Золотухи была устроена бревенчатая галерея с лестницей и входом на верхние этажи. При этом еще вот стоит отметить, что здание изначально было меньше по длине со стороны Каменного моста. В 1911 году это здание достраивается в сторону речки Золотухи и вот эта лестница, она переносится уже на пристроенную часть здания и оказывается довольно-таки высоко над землей, над рекой Золотухой, словно так над обрывом. Ну а здание, оно получает еще со стороны Золотухи один этаж вниз, который сейчас, кстати, многие заезжие блогеры показывают на ютубе и спрашивают у своего зрителя, а не занесло ли Вологду так всемирным потопом в 19 веке? Нет, конечно же не занесло, поскольку сам дом был построен в конце 19 века. Кстати, вот если вы внимательно присмотритесь к этой стене, когда окажетесь на Каменном мосту, то сможете четко увидеть там в стене еще закладные детали под эту самую лестницу, которые сохранились. Если взглянем чуть выше на снимок, то сможем увидеть еще одну пожарную каланчу первой части, которая находилась на перекрестке современных улиц Козленская и Пушкинская со стороны, где позднее находилась гостиница администрации Вологодской области. Что в том здании сейчас даже не знаю. Кстати, если вот улицы Козленской вернули старое название, при советах она называлась улицей Урицкого, то Пушкинская улица в месте нахождения каланчи называлась ранее Духовская малая улица. И появилась Пушкинская путем уже объединения нескольких улиц в 1936 году. Ну а вот если пройти дальше по Духовской малой улице, то можно увидеть церкви Свято-Духового монастыря, Знаменскую и Сошествие Святого Духа. Про них недавно я делал два подробных ролика, можете посмотреть, ссылки будут в описании к видео. Вернемся на современную улицу Мира. Тогда это была Гостинодворская площадь и шла она до перекрестка с современными Герцена и Октябрьская. От Каменного моста до Козленской тут практически ничего у нас не изменилось. Про этот участок улицы, кстати, можно узнать из моей прогулки по улице Мира в границах Старого Вологодского Кремля. Ссылку на видео также можно найти в описании. Далее хочу отметить еще один знаковый дом у перекрестка современных улиц Мира и Октябрьская. Этот дом многие, кто постарше помнят и в комментариях к снимкам дома я часто вижу, люди вспоминают продуктовый магазин, который там был. Сейчас в этом месте стоит восьмиэтажное административное здание, которое было построено в начале 1970-х годов и располагалась там в свое время Вологодская областная контора Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений. Во как. Проще говоря, стройбанк. До постройки многоэтажки там был вот этот полукаменный дом 1850-х годов. По местности он находился немного чуть-чуть поближе к существующему перекрестку, как раз на том месте, где сейчас пешеходная зона перед существующим зданием. Изначально дом принадлежал Купчихе Поповой, потом перешел Купчихе Грачевой, а к 1914 году дом уже принадлежал Владимирской Зайникиевой пустыне. Это был такой у нас мужской монастырь, строения которого сохранились и находятся недалеко от Вологды, где-то порядка в 10 километрах от Прилудского монастыря по дороге на Кубинское озеро. В сторону центра от этого дома шла у нас Малая Благовещенская улица, современная Батюшково. И на перекрестке Малой Благовещенской и Благовещенской улиц стояла некогда церковь, которая, собственно, и дала название улицам, а именно это была Благовещенская церковь. Полное название у нее была церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Построена она была в начале 1800-х годов, а закрыта в 1930-м году, после чего в 1930-е она стала одним из главных пунктов пересылки для раскулаченных крестьян с юга страны. Снесли церковь в итоге в середине 1960-х. Сейчас на этом месте перекресток улиц и паркующиеся автомобили. За колокольней церкви можно рассмотреть здание, которое нам сейчас известно как Кликероводочный завод. Также все, наверное, хорошо помнят такую фирму, как Вагрон. Находится это здание на улице Третьего Интернационала, а в те времена эта местность называлась просто Зеленый Луг. Предназначение здания за эти годы не изменилось. Тогда там был казенный винный склад, который обслуживал потребности половины Вологодской губернии. Далее за этим строением чуть вдалеке можно увидеть бесконечные поля, которые начинались сразу же за современной железной дорогой. И если по современной карте мы с вами проведем прямую линию от водонапорной башни через Благовещенскую церковь и винный склад, то попадем мы с вами как раз в район бывшей деревни Говорова, которую здесь на снимке и видно. Ну что ж, вернемся из Говорова обратно в город, так сказать, и мы с вами видим территорию Старого Рынка. Все здания здесь вам хорошо знакомы. Хочу особо отметить церковь Покрова Пресвятой Богородицы на торгу. И вот, собственно, по какому поводу. Считается, что где-то именно в этом месте стоял деревянный дворец Ивана Грозного. В 1605 году пожар этот дворец уничтожил, а спустя какое-то время была построена деревянная церковь на месте сгоревшего дворца. А к 1780 годам построена уже вот эта каменная церковь. Есть также информация, что в начале 1970-х на месте церкви планировали строительство большого административного здания. Но, к счастью, ничего не построили, церковь сохранилась, а сам проект позднее в измененном виде был уже реализован на улице Герцена. Вот здесь мы можем видеть еще один полицейский участок с пожарной каланчой второй городской части. Сама каланча не сохранилась, а здание полицейского участка можно увидеть и сейчас на улице Маяковского. Там был над строем второй этаж и сейчас это жилой дом. Ну а далее можно видеть уже тот самый соборный мост, про который я упоминал ранее, взамен которого и был построен мост в Творе улицы Чернышевского. Этот соборный мост изначально был плавучим. В 1845-1847 годах был построен постоянный деревянный мост. Все обозы на Кириллов и Архангельск проходили через него. Выезжая с моста, они сворачивали на Златоустинскую набережную, которая была названа по Златоустинской церкви. И далее по Дмитриевской набережной выезжали уже на Большую Архангельскую, современную Чернышевского. Кстати, церковь Иоанна Златоуста была одной из церквей, на которой целенаправленно сняли колокола, если не брать в расчет уже разрушенные церкви, в 1930 году. Это произошло на первом субботнике по снятию колоколов 9 февраля 1930 года. Еще где-то около 10 церквей в тот день лишились колоколов. В газете «Красный Север» тогда этот субботник очень сильно пиарили, как бы сейчас сказали. Но организаторы в итоге остались не очень довольны результатом, поскольку желающих принять участие в таком субботнике оказалось меньше, чем ожидалось. Да еще в итоге и не разрешили снять колокола с главной колокольни города, с колокольни Софийского собора. Тогда их удалось отстоять. Ну а мы с вами уже приближаемся к финальной точке нашей исторической прогулки. И здесь, на набережной, есть еще одно здание, которое хотелось бы вам показать. На набережной у нас стоит так называемый дом свечного завода. А вот в глубине видно такое интересное здание с башенкой. Это производственное здание в Оскотопильне. Башенка эта, к сожалению, не сохранилась. А само здание использовалось впоследствии в качестве инфекционного отделения, когда в этом месте располагался военный госпиталь. Территория, к сожалению, закрытая. И посмотреть сейчас это здание вблизи, к сожалению, невозможно. Да и с дороги, увы, оно не очень-то видно. Вернее сказать, вообще его не видно. Ну что ж, друзья, именно вот так выглядела Вологда на рубеже 19-го и 20-х веков. Такой небольшой провинциальный город с населением чуть более 28 тысяч человек. Где-то через полвека Волода начнет разрастаться, будет застраиваться, поглощать новые территории. Процесс этот продолжается и сейчас. И вот на данный момент у нас с вами, к сожалению, не так уж много, что и осталось от той старой Володы. Так что давайте пытаться сохранить хотя бы то, что осталось. Я думаю, оно того стоит непременно. С вами был Слав Ерохов. Это YouTube-канал История Володы. Лайки и комментарии приветствуются. Желающие могут поддержать проект. Все ссылки, которые были в видео, есть в описании. Всем удачи. До новых встреч на YouTube.